Дорогие мои, всем огромнейший привет! Я очень рада видеть вас у себя на канале. Сегодня видео о косметике. Давно ее не было на моем канале, и сегодня, наконец-то, я подготовила для вас обзор новинок, именно корейской косметики, декоративной. Ну, тут немножко и про уход за волосами, который у меня появился где-то, наверное, месяц или два. Я уже протестировала, попробовала. Сегодня вам покажу нанесение, расскажу о нюансах, и все подробно, в общем-то, мы с вами обсудим. Поэтому, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Мне пришла вот такая вот коробочка из магазина Mask Shop. Это магазин корейской косметики, как я уже сказала. У них достаточно приятные цены, отличный сервис, доставка. Здесь у меня продукты для лица, для губ и для волос. И давайте начнем по порядку. Я вам покажу, как я наносила тональное средство, как я наносила помаду. Здесь нету какого-то супер-пупер макияжа, но, по крайней мере, про средство подробнее вам расскажу. Итак, буду наносить вот этот крем. Это Super Gold Snail, в общем-то, BB крем от марки Лёль с улиткой. И у него здесь 50 SPF. Это большой плюс. И буду его наносить пальцем, потому что кисточку с собой я забыла взять. Спонж в этом случае не подходит, ну, лично у меня, то есть, либо спонж, который не мокрый, то есть, не влажный. И наношу его. Он дает оттенок слегка загорелой кожи, очень такой холеной, ухоженной, такой прям выспавшийся, отдохнувший. Вот как после отпуска, чуть желтоватый имеет подтон, выравнивает тон кожи, не перекрывает сильно какие-то явные недостатки, но, тем не менее, вот у меня кожа разного цвета во многих местах, он ее выравнивает. Данный BB не дает матового покрытия. Это скорее такой светящийся, я думаю, что на камере даже с освещением видно, что это такое покрытие, чуть влажное. Ему нужно немножечко время усесться. Он до конца впитается в кожу, хотя даже сейчас уже он не оставляет никакой липкости, никакой тяжести на лице, никаких, в общем-то, ощущений. Кожа выровненная, кожа свежая, сейчас доформлю бровки и вернусь к вам уже с ресницами и бровями. Мы сейчас отдыхаем, и так как мы здесь небольшое количество времени, хочется, конечно, больше времени посвятить семье и отдыху, но не хочется и про YouTube забывать, хотя меня и так уже давно нету относительно. Поэтому хоть что-то интересное я вам покажу, расскажу, тем более, что корейская косметика, я думаю, что вы, в принципе, все знаете, я, правда, сейчас редко про нее снимаю, но, тем не менее, она для меня всегда в приоритете по сравнению со всей остальной, и мне нравится пробовать что-то новое. Сейчас закреплю консилер под глазами, и чуть-чуть я убираю вот это свечение именно в зоне под глазами и вот в этом треугольнике, потому что оно, я не знаю, как это правильно сказать, в общем-то, подчеркивает больше, наверное, мои поры и делает лицо прям таким сильно влажным, но как-то на моей коже не особо смотрится. То есть, если я убираю этот треугольник, а все остальное у меня остается в свечении, то так выглядит гораздо лучше. Я думаю, что я прям чуть-чуть добавлю все-таки контуринга, я буду использовать палетку от NYX, и хайлайтер с этим BB кремом я не наношу, потому что, в принципе, достаточно и так живого свечения. Огромнейший плюс данного BB крема, что на него можно наносить сухие продукты, абсолютно любые. После того, как он усаживается, он прекрасно, то есть эти сухие продукты прекрасно распределяются. Так, следующее, что я нанесу, это будет вот такая вот матовая помада. Это марка Ядах. Простите, если я неправильно называю. Be My Lip Leclerc. А это тинт матовая Винтаж Роуз, 0,4 номер у меня. Достаточно симпатично она выглядит, но назвать это тинтом очень тяжело. Это достаточно пигментированная матовая помада, ну, лично как по мне. Давайте будем ее наносить и попытаюсь без карандаша. Сначала она немножечко влажная, затем она высыхает и оставляет после себя, ну, матовое покрытие, самое что ни на есть. В принципе, она комфортна. Она не сильно стягивает губы, но единственный момент, который мне не нравится, то что по истечению времени она начинает съедаться внутри губ. Это не самый мой любимый, как бы, скажем так, фактор, потому что у меня достаточно бледные губы, и получается между данным цветом очень-то большой разрыв, скажем так. Отпечатывается она? Давайте посмотрим. Ну, практически нет. Ну что, я сейчас высушу голову и начну это видео сначала. Так, я вернулась к вам, решила надеть микрофон. Пока я собиралась, пока я сделала прическу, успела снять для вас еще одно видео, на мне тональник, в принципе, продержался. Здесь было очень жарко, душно, я еще гладила, и он никуда не сползал. И хочу показать вам, что нигде он не пошел пятнами, нигде не слезло покрытие. И давайте также насчет помады. Видите, она все-таки скатывается чуть-чуть внутри, не скатывается, а просто съедается. И я пила воду, и кое-где контур немножечко так подтек. Но в целом помада очень достойная. Смотрится она красиво на фотографиях, на видео, для съемок мне она актуальна, она стойкая и не отпечатывается. Это огромнейший плюс. Ну и теперь давайте посмотрим, что же еще было у меня в коробочке. Это вот такой вот кушен, основа тональная, увлажняющая Eco Soul Essence Cushion Aqua Max. Она увлажняющая, восстанавливает яркость кожи, придает ей мягкое сияние и блеск, способствует деликатному увлажнению. У меня это оттеночек 21, здесь лаконичная упаковка, удобное зеркало. Он действительно очень хорошо увлажняет, он идеально подойдет для супер сухой кожи. Кожи, которая требуется сияние, кожи, которая требуется увлажнение. Конечно, когда на мне автозагар, он для меня все же светловат, но мне кажется, он идеально подойдет для меня именно в зимний какой-то период. После себя он оставляет липкость что ли, то есть ему нужно чуть больше времени усесться, чем тональному, точнее BB крему от Leol. Данное средство все же я бы припудривала. Поэтому, опять же, представительницам жирной кожи он, естественно, не подойдет. Несмотря на то, что я подстриглась и мои волосы стали гораздо короче, чем были, для меня все же остается актуальным вопрос в уходе за волосами. Потому что волосы все равно требуют ухода, волосы требуют укладки. Конечно же, делая заказ корейской косметики, я не могла пройти мимо своей любимой марки от LADOR. И у меня здесь аж три средства, опять засвечено. Это шампунь, маска для сухих и поврежденных и вот такой вот тюбик, это пилинг для кожи головы, который также очень актуален. Давайте начнем с шампуня. LADOR KERATIN LPP SHAMPUNY. Здесь три вида белка – коллагеновый, растительный и шелк. 10 видов органических масел. Он действительно отлично очищает кожу головы, так как кожа головы у меня жирнится, и мне нужно действительно хорошее очищение. И при этом, чтобы остальная часть волос оставалась увлажненной. Поэтому я думаю, что, скорее всего, он также станет любимцем, как и эта маска для волос. LADOR ECO GIDRO LPP TREATMENT. Маска для сухих и поврежденных волос. Здесь также коллаген, аминокислотный комплекс, масло жжеба и оливы. Мне нравится, что она действительно восстанавливает волосы, она действительно их увлажняет. Реально работает на волосах. Ее можно подержать недолго, то есть использовать как бальзам. Ну, я лично так делаю. Либо же нанести там на 5-10 минут, чуть дольше подержать. И, конечно, волосы достаточно шелковые такие становятся, когда ты эту масочку смываешь. И еще одна вот эта малютка, это пилинг для кожи головы. Я часто использую сухие шампуни, поэтому такие средства для меня мастхевы. И в этот раз я попробовала также от LADOR, немножко охлаждающий. Маск пилинг, его необходимо наносить уже непосредственно после мытья головы. После того, как вы помыли, нанесли, подержали и затем смываете. Остается такой небольшой холодок, чувствуется, что кожа начинает дышать. Мне нравится этот эффект, и все же я верю в то, что действительно смывается какой-то слой укладочных средств, силиконов. Приток крови гораздо лучше, волосы от этого и лучше начинают расти, и не выпадают, и, в общем-то, мы их не травмируем. Поэтому мне понравилась данная штучка. Они недорого стоят, вот такие вот маленькие пузырьки. И у меня также есть ампулы от LADOR, голубые, кератиновое восстановление волос. И они также классно работают. Вообще марка LADOR для меня в прошлом году, наверное, стала просто открытием. И, кстати, кто-то из вас, из моих подписчиц, я помню, мне советовали именно вот эту маску попробовать. Не думала, что она мне настолько понравится, но она действительно работает. Поэтому к марке LADOR я вам советую присмотреться, тем более, что у них относительно недорогая продукция. Все ссылки на магазин Mask Shop я оставлю внизу, а также на всю продукцию, которую я там заказывала. Поэтому заходите туда, смотрите. Я надеюсь, что обзор вам понравился, видео вам также понравилось. Пишите ваши впечатления, как всегда. Пишите, что из этого вы пробовали. Может быть, у вас что-то есть, например, из BBCC. И мы увидимся с вами в новых видео. Я вас очень люблю. Целую всем. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!